Не самое однозначное лето в коме, когда бросают то в жар, то в холод, как-то по-особому действуют на нынешнюю молодежь. Думать о безопасности мы только привыкаем, и сотрудники МЧС, и муниципальной власти, и СМИ на профилактику действительно тратят много времени и сил. Но пока на нулевые показатели смертности от самоуверенности выйти мы не можем. У нас четыре случая, которые не должны были быть допущены на территории республики. У нас с вами в рамках правительственного координационного совета по безопасности летнего отдыха и оздоровления вопрос рассматривался. Мы понимаем сложность ситуации, что когда отсутствуют санкционированные места для купания детей, то, соответственно, в ход идут несанкционированные. У меня просьба такая со стороны органов местного самоуправления через свои специализированные службы. Теплый период, когда население массово выходит для того, чтобы освежиться на водных объектах, выходили непосредственно на места, проверяли эти места, проводили еще раз дополнительную работу. Особое внимание обращали как раз на детское население, на ту категорию граждан, которые на сегодняшний день пытаются в жизни попробовать все. И в том числе попробовать переплыть реку, как это случилось в Богородске. Двоем переплыли, один вернулся, другой не вернулся. Досуг, волонтерство и культурная программа – это те три кита, на которых, по мнению министра образования Натальи Михальченковой, должна сейчас быть построена политика работы с молодежью. К Сыктывкару, заместителю председателя правительства региона, вопросов было больше всего. А полноценно ли спланирован досуг? Потому что есть вопросы, когда мы видим, что дети у нас достаточно свободно на улице занимаются, чем хотят. Может быть, в Кировском парке или в тех местах, где часто бывают какие-то дополнительные мероприятия по линии молодежной политики еще будут инициированы. Это Алексеевна, безусловно, то есть работа проводится, то есть это и различные спортивные мероприятия, наша круглогодичная спартакиада, особенно летняя сейчас спартакиада, это и наш проект «Дом, двор, спорт», то есть куда привлекают с использованием инструкторов по физической культуре, привлекают детей во дворах, то есть для различных занятий. Поэтому эта работа у нас проводится, но мы сейчас еще раз проанализируем, посмотрим, что еще можно сделать. А вот в демографии универсального ответа на вопрос, что можно сделать еще, сегодня нет. Говорят, это объективные причины, но баланс между смертностью и урождаемостью у нас сегодня шаткий. За первые пять месяцев у нас родилось на 416 малышей меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Это, конечно, очень серьезный позыв для нас, очень серьезный вызов, поэтому далее будет разрабатываться федеральный проект по демографии, мы будем в нем также участниками, где будет предложен комплекс мер. Только три района республики из 20 по дарению новой жизни в тех же цифрах, что и годом ранее. Комплексный план поддержки рождаемости реально работает сегодня только в Прелузии, Печоре и Сыктывдине. Максим Васильев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.